Ай! Ой! Здрасте всем! Очень люблю благодарную аудиторию, детские и более взрослые лица. Я сюда пришел с рассказом о себе, о каких-то своих вещах, просто с вами поделиться, чтобы нам вместе с вами на 15 минут, или сколько там дают, стало хорошо, немножко веселее. Кстати, никто так и не нашел? Нет? Кто-то знает больше, чем кто-то, кто не знает что-то среди вас. Расскажу о себе несколько слов, а то кто-то вышел на сцену, непонятно что пока еще. Меня зовут Кирилл Остапенко, мне уже 39 лет. Все эти 17 лет, не 39, я занимаюсь бизнесом, занимаюсь велосипедными магазинами. Есть такие магазины у нас в городе Велодрайв. Я их когда-то основал, у нас теперь большая франчайзинговая сеть, сколько тут написано, более 30 магазинов. В Питере и Ленинградской области основное количество из них находится. За эти 17 лет, конечно, было много всякого. В названии моего выступления звучали маски, имеются в виду те самые пандемии, которые там были в 2020 году, которые, как я сказал всем, я их купил почти на 15 миллионов и ничего не продал. Но я не буду вам об этом рассказывать, потому что это неинтересно. Потому что на самом деле я их действительно приобрел, действительно были отправлены на туда деньги. А потом, поскольку завод, который их производил, он работал с широкой специализацией, я просто очень долго ждал, когда они будут произведены. К тому моменту, когда мне их готовы были выдавать, цена сильно упала. Это стало неинтересно. Я поменял маски на велике. Поэтому, в принципе, вся история. После этого я мог бы уходить. Ну, рассказ у меня будет другой. Он будет про вот этот самый магазин, который называется «Велодрайв Академическое». Это было в этом году, это было в этом сезоне. Это то, что трогает, это то, что прямо реально, о чем мне захотелось вам рассказать. Вот. Но поскольку меня все-таки попросили, вот прямо дай вот такие вот поражения обидные, которые вот, чтобы все запомнили. Я их вот тоже сегодня выписал. И перед рассказом, то, что меня в этом сезоне волновало и с чем я боролся, я вам, значит, эти пунктики зачитаю. Так. Значит, что у нас было из таких прямо поражений за последние несколько лет? Ну, все знают шеринг. Велосипедный, самокатный. Ну вот. Вложили мы туда 3 года, 3 миллиона и 3 года нашей работы. В результате в этом году, наконец, шеринг поехал. Мы заработали 150 тысяч рублей. Ну и вот и сезон закончился. Значит, на ремонт магазина вместо планируемых 2 миллионов потратили 6 миллионов. Взяли трех бухгалтеров, оказались алкоголиками. Купили сноуборды на 1 миллион, приехали за товаром, а склада нет. Нет. Открыли магазин Новосибирский, мужчина сбежал с кредитом, который выдал ему Сбербанк. Магазин, ну, по факту магазина не оказалось. Привезли детские кресла из Голландии на 15 тысяч евро, не подошли к креплению, потому что они были специально голландские. Пошел в магазин за продуктами, набрал корзину и не смог расплатиться. Но это было на прошлой неделе. Вот. Из Дикси выкладывал все это вот. Было стыдно, но одновременно, вы знаете, как-то триумфально. Потому что когда ты можешь себе позволить в магазине набрать корзину продуктов и не расплатиться, в этом что-то есть, наверное. Самая, наверное, такая прямо трагедийная история, которая была у нас в велодрайве, это когда в 20-м году была пандемия, не работали офлайновые магазины, мы решили сделать ночь распродаж велосипедов в интернет-магазине. Вот. Пришло такое количество посетителей на сайт, что интернет-магазин рухнул, и мы потеряли по нашим примерно подсчетам около 20 миллионов рублей в покупках. Ну вот. В общем, такой экскурс по так называемым фиаско и поражениям, которые было за последние годы. А теперь к рассказу. Белодрайв Академический. Называется это именно так, потому что магазин находился возле метро Академической. Это было как раз в 21-м году, после пандемии. Мы взяли очень хорошее помещение. Это было около 600 квадратных метров на Гражданском проспекте. Вот в таком виде мы его взяли. Вот большущий было, раздолбанное, после одного из больших продуктовых магазинов, которые с нашего рынка ушли. Ну вот. Ну, представляете, сколько там денег примерно было вложено. Несколько миллионов рублей. Но не будем подробности говорить. Торжественно открыли. Вот это. Это не я. Другой молодчик. А я вот повыше в этом костюмчике. Так, подождите, рановато. Ну вот, в общем, жили там долго и счастливо. И есть договоренности партнерские, которые юридически обусловлены. А есть вещи, которые между нами, бизнесменами, мы называем понятийными договоренностями. И, ну, вроде как, если все в порядке идет, и на словах проговорили, если обещал, значит так оно должно и быть. А у нас есть определенная сезонность. Мы зарабатываем март, апрель, май, июнь, июль, потому что мы сеть велосипедных магазинов. А в остальное время осенью, зимой, ну, нам так, не очень сладко. Вот, значит, мы осиживаем очередной сезон, это было в этом году, получается, 21-го года. Наступает январь 22-го, февраль 22-го. И мы получаем такую штуку. Просим вас с этого магазина съехать. Вот. Ну, понимаете, когда магазин за несколько лет стал третьим магазином в сети и давал надежду на то, чтобы стать лучшим вообще среди всех этих 30 магазинов, это было очень неприятно, потому что на словах между партнерами, менеджерами мы проговаривали, что мы будем сидеть и дальше. А у нас только-только закончилась осень и зима. Вот. Получили уведомления, расстроились, начали бороться, потому что, подумав немножечко, ну, это уже было в любом случае провал и фиаско, но нам было важно попробовать зацепиться за сезон, чтобы апрель, май, июнь, июль мы, ну, как-то хотя бы вернули свои вложения, ну, успели заработать. Вот. Значит, я хотел с вами поделиться в данном случае опытом, ну, как можно немножко скрасить то самое там поражение, которое уже неминуемо. Мы решили провести следующую серию действий. Первое. Магазин был переведен на 24 часа в сутки. Кто догадается, по какой причине? Нет вариантов, да? Так, ну, в принципе, правильно, да. Вместе с этими мерами, которые сейчас здесь я расскажу дальше, мы еще обратились в судебные органы и получили обеспечительные меры по этому магазину. То есть, в принципе, легальным способом в этот магазин никто другой заехать не мог. Но, тем не менее, мы знали о планах наших визави, о том, что есть мысли каким-то образом нас из этого магазина выкурить, потому что там на подходе другой арендодатель. Поэтому мы решили, что мы будем сидеть 24 часа для того, чтобы, если вдруг что произойдет, отбиваться от всех. Более того, значит, в какой-то момент нам поступила информация, что для того, чтобы наш магазин обездвижить и перекрыть клиентский поток у нашего магазина, вот здесь у входа, вот здесь наш вход, планируется поставить павильон, чтобы люди не смогли входить в наш магазин. Вот, зная заранее об этой информации поступившей, мы заказали вот здесь, видите, такая машина. Это, конечно, может, не очень законно, но мы готовы, если что, за этот штраф заплатить. Вот, заказали автомобиль, эвакуаторы, которые привезли каменные блоки для того, чтобы этот ларечек у нашего входа было устанавливать не очень удобно. Значит, прошло еще некоторое время, коллеги отключили нам электричество. Вот, мы работали без света, вот, у нас внизу вот эта картинка дизельного генератора, мы включили генераторы и стали работать на них. Вот, значит, дело шло, обменивались письмами, встречались наши юристы, вот даже там вот такая статейка чуть практически не вышла в наших СМИ, но мы не стали ее опубликовывать. И наступила развязочка в какой-то момент. Да, ну, естественно, у нас там была служба безопасности, охранное агентство, которое охраняло наш магазин, там стояли машины 24 часа в сутки. Вот, мы узнали, что вроде как планируется штурм, кстати, в наше время, ну это было в этом году, планируется штурм магазина. Вот, настоящий штурм. Вот, мы созвонились с нашим, не буду назвать название фирмы, ну, как бы, давай будем биться до последнего. Вот, в этом 24-часовом магазине мы посадили охранника, это было воскресенье, и мы знали, что штурм начнется либо с воскресенья на понедельник, ну, либо прямо уже утром в понедельник. Вот. Ну, так себе ситуация, потому что продавцы нервничают, ну, в магазине, ну, то есть я тут приезжал, ну, понимаешь, что этот ребят переживает. Ну, то есть, как бы, полная неизвестность нам угрожает, что товар весь заберут, отвезут на какой-то склад ответственного хранения, там еще товары там на 15 миллионов рублей. Ну, то есть, оно вообще будет что-то вообще ужасное, просто произойдет что-то страшное, невероятное, невозможное, но оно неминуемо должно произойти. Потому что там есть человек, который сказал, ага, если ребята там пытаются как-то через суд, мы им на их место укажем. Ну, вот. А там был один из соучредителей, человек, который у нас в Питере состоит в одном из бизнес-клубов. Вот. Я, значит, как бы такими окольными путями до него достучался, созвонился, не буду тоже имя называть. Вот это было в воскресенье вечером, говорю, слушай, ну, блин, ну, зачем? Ну, вот у нас, говорю, мы люди заряжены, будем биться до последнего. Я, говорю, завтра утром офис туда перевезу, вот в этот магазин. Пока вы меня вместе с офисом и со всеми людьми, говорю, а велики мы привязали все тросами и вкрутили эти штифты в стену. Говорю, ну, не оторвать это так просто. Представляешь, какая-то битва будет. Ты правда хочешь, чтобы это произошло? Надо тебе. Говорю, вы мне не верите? Дайте мне там два эти месяца отсидеть. Уеду я, честно. Мне просто нужно отбить свои деньги. Хочешь, я говорю, тебе напишу документ, насколько ты хочешь, который гарантирует, что если я не уеду такого-то числа, ты с меня эти деньги потом в упрощенном порядке заберешь. Ну, коллеги, ответ будет на следующем слайде. Мы договорились. Понятное дело, что магазин, который претендовал на то, чтобы стать первым в сети, ну, мы договорились до июля, до 7 июля, он должен был быть закрыт. Другого варианта не было, но, по крайней мере, нам спокойно. Включили свет, начали даже там дали какой-то баннер дополнительный повесить. И вообще, как бы мир да любовь. Правда, по повышенной ставке в два раза. Но мы досидели до июля и уехали. Параллельно так сложилось, что одни из наших ребят-конкурентов продавали магазин рядышком. И мы переехали в такой малюсенький, но хорошенький, добротный магазин на проспекте науки. И он теперь существует. У него одна из самых лучших показателей по продажам аксессуаров и запчастей. Поэтому фиаско есть, но с счастливым концом. И здесь вот это вот, ну, вы знаете, я достиг самого дна и думал, что ниже уже некуда, но тут снизу постучали. А здесь, на самом деле, речь немножко о другом, о том, что мы в наших взаимоотношениях с партнером достигли дна. То есть мы уже готовы были биться насмерть. Вот. И вот на вот этом моменте, когда уже аргументов никаких не было, какое-то озарение произошло, лучик прокрался, и мы договорились. Поэтому, друзья, это, конечно, фиаско было, но тем не менее, выводы были сделаны, и я считаю, что мы бились до последнего, чего и вам, ребята, желаю. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.